всем привет сегодня будет логическое продолжение той самой сборки с атлоном если вдруг не видели оставлю рекомендацию на экране ну и в двух словах объясню что там было за 20 тысяч я собрал компьютер который тянет доту и counter strike но главная его цель это быть заточенным под апгрейд предполагается что вы пока копите деньги на старший райзен и полноценную видеокарту вы можете пересидеть вот на этой сборке у вас там будет уже все подготовлено то есть материнская плата с i'm 4 сокетом которая поддерживает разгоны процессора и видеоядра и оперативной памяти у вас будет оперативная память собственно блок питания корпус и жесткий диск то есть все что вам остается это докупить процессор и видеокарту сегодня видео будет как раз про следующий шаг в этой цепочке апгрейда то есть мы поставим катлонов пару видеокарт и посмотрим что будет тогда потому что такую систему логично обновлять именно начиная с видеокарты потому что если вы сначала купите процессор то вы внезапно останетесь без видеоядра ну в общем сейчас я установлю видеокарту вы пока посмотрите небольшую спонсорскую вставку и сразу перейдем к играм спонсор выпуска игровая гарнитура с поддержкой звука высокой четкости рик 600 dolby atmos от всемирно известной компании plantronics в комплекте идут два микрофона а легкое голове и дышащий материал амбушюр гарантирует что вы не будете испытывать дискомфорт чашки наушников можно сложить для удобства транспортировки а технология dolby atmos с невероятной четкостью передаст любые звуки будь то шорохи или наполненные событиями сцены в общем если вы ищете отличный звук и удобство за достойные деньги то рик 600 dolby atmos станет отличным выбором подробности по ссылке в описании видеокарту для теста я выбрал gtx 1060 потому что ну самое распространенное не знаю но самая сбалансированная по цене и производительности сборка на m4 soggete это как раз таки с 1060 gtx и 1600 или 2600 райзеном докупить райзен сюда можно в любой момент и вот сейчас ставлю 1060 собственно это вариант от asus очень компактный недорогой и требует всего 6-пинного питания в общем остальной тестовый стенд еще с прошлого выпуска собран сейчас запущу и посмотрим на цифры и так процессора 8 9 600 со встроенным видеоядром но встроена графика нам сегодня не понадобится за график уже отвечает 6 гиговый gtx 1060 в плане процессора у нас остается четыре ядра разогнанные до 4 гигагерц и так в прошлом тесте у нас было с 720p разрешением еле-еле 20 кадров там даже чаще 18 сейчас игра сама предложила 1920 на 1080 стопроцентный модификатор разрешения и очень высокий пресет графики ну давайте посмотрим почему это приведет запустим тест производительности конечно сборка не сбалансирована и в таком видео оставлять надолго нежелательно то есть все таки проц ну чем скорее вы замените на тот же 1600 или 2600 райзен тем лучше но как видите при желании даже вот на таком промежуточном варианте поиграть можно понятно что assassin's creed сейчас выжимает из процесса все соки он нагружен на сто процентов но там даже а 7 8 700 к разогнанный грузится почти под завязку а здесь у нас 4 ядерный процесса 3000 рублей но это мы получаем 30 35 кадров far cry 5 проверяем с full hd разрешением и пред максимальными настройками графики ну что видеокарта все также не догружается как и в assassin's creed но зато и проц не нагружен на полную соответственно ну жутких фризов нет есть конечно не труд всплески на графике но опять же фреймрейт 40 с лишним кадров в секунду и пройти игру можно вот статистика внутриигрового бенчмарка в среднем он говорит что было 51 кадр в секунду минимум 40 и максимум 65 до процессор слабоват но как видите даже far cry можно побегать counter strike с ботами высокие настройки графики включено восьмикратное сглаживание но для 1060 видеокарты это не нагрузка вовсе при этом из-за процессора она в counter strike нагружена всего процентов на 20 сейчас я попробую понизить настройки и проверим исходя из моей теории фреймрейт вырасти не должен ну например самое очевидное уберем восьмикратное сглаживание та же карта те же боты и как видите фреймрейт иногда опускается ниже 60 на видеокарте вообще никак не сказалось она также на 20-30 процентов нагруженный также иногда выдает фреймрейт за сотню dota 2 лобби с ботами игра сама предложила высокие настройки при full hd разрешении общем я уже ничего не трогал ну и в спокойных моментах мы получаем около 60 кадров в секунду видеокарта все также не грузится на полную но в общем-то с этим процессором она и не должна давайте попробуем включить vtf режим и закидать экран спецэффектами по идее просадки должны быть такие же как и со встроенным видеоядром то есть кадров до 40 хотя пока что система держится 55 50 и уже сколько штук 6 наверное ультов ультей ультимативных способностей запустил одновременно power watch теперь сам предлагает получите разрешение и ультра настройки тут я уже ничего не трогал и давайте посмотрим на фреймрейт там сейчас на графике небольшой всплеск это собственно пока мы заходили выходили из меню а так как видите график ровный и фреймрейт выше сотня да на учебном полигоне наверное сейчас попробуем зайти в мультиплеер потому что с таким фреймрейтом можно даже вполне затащить до этого напомню на встроенном видеоядре у нас было full hd разрешение на минималках еле-еле 30 кадров 60 удавалось добиться на минимальных настройках и в 720p разрешения сейчас счетчик не опускается ниже сотни даже ниже 120 типов мультиплеере очевидно гораздо больше спецэффектов гораздо больше движущихся целей но и фреймрейт уже тут ниже чем на учебном полигоне ну и геометрия конечно уровня сложнее фреймрейт держится на вполне играбельном уровне выше 60 кадров и понятно что главный ограничивающий фактор в системе сейчас это процессор потому что на самом деле видеокарта может гораздо больше она нагружена всего наполовину ну то есть и выдает примерно половину фреймрейта процессор грузится почти под завязку но мы же как бы делаем вид что ждем апгрейты до райзена на этой системе и пока ждем вполне можем погонять ну и в завершении player unknown battleground с 1920 на 1080 высокий пресет графики ну и по графику фреймтайма думаю уже понятно что не все в порядке то есть видеокарта старается отрисовать как можно больше кадров но процессор иногда тупо грузится на полную и не дает этого сделать появляются фрезы может быть если поставить минимальные настройки ситуации изменится давайте проверим на то что перепады уж слишком ощутимо от 70 до 45 это совсем некомфортно давайте попробуем все на самый минимум убрать на максимально низких настройках ситуация лучше не стало все так же есть просадки до 40 кадров и подъемы там чуть ли не до сотни играть не супер комфортно если вы скажете а как же так на встроенном то видеоядре фрезов не было но дело в том что на встроенном видеоядре мы получали еле-еле выше 40 кадров в секунду 40 кадров процессор отрисовать может даже 50 фактически может вот выше у него уже начинаются проблемы в этой игре поэтому с 1060 gtx им тут вариантов немного либо повышать разрешение или настройки еще выше включить там сглаживание или масштабирование разрешения то есть чтобы видеокарта напряглась и не могла уже отрисовать больше тех же 40 или 50 кадров или включить вертикальную синхронизацию ну и пожалуй можно перейти к выводам конечно в таком виде системы не является супер сбалансированной но опять же это промежуточный шаг на пути к полноценному игровому компьютеру тут остается только заменить процессор на 1600 или 2600 райзен а его с 1060 gtx мы уже тестировали опять же оставлю или рекомендацию или ссылку в описании ну и в принципе в интернете таких тестов уже полно ну и в завершении отвечу на самый популярный вопрос относительно этой сборки из предыдущего ролика это почему бы вместо вот этого непонятного атлона не поставить нормальный человеческий райзен 2200 g но пусть с материнкой на а чипсете по деньгам выйдет примерно одинаково дело в том что материнская плата с а чипсетом нам не даст возможности разгона не процессора не видеоядра не оперативной памяти что с 2200 g что с более старшими райзенами это будет ощущаться ну и потом 2200 g это уже вариант такой если вас все устраивает и вы дальше апгрейдится не планируете тогда может быть и можно его с материнкой взять поставить куда-нибудь там под телевизор небольшой компьютер собрать и забыть если все же у вас цель со временем взять 2600 или там 2700 райзен и отдельную видеокарту но вот эта система мне кажется более оправданная ну и на этом все спасибо за внимание надеюсь что вам было интересно и полезно подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям если вам здесь нравится заглядывать в описании там будут ссылки на вот эту сборку на актуальные цены на железке о которых я сегодня говорил ссылка на нашу группу вконтакте и инстаграм где раньше всего появляются тизеры и спойлеры к ближайшим выпускам то есть если хотите раньше всех узнавать чего мы тут готовим какие ролики появятся на канале то вам туда на этом уже точно все скоро увидимся пока